Любопытные новости пришли из Киева. Широко известный работник РТОМ, украинский пропагандист Алексей Арестович, в рамках мысленной фикции допустил победу Путина над Незалежной и возможное объединение ВСУ и ВС Российской Федерации и ВСРБ в гигантскую славянскую армию, которая сметет любую европейскую. Возникает вопрос, насколько же все это реалистично? Для начала напомним, что в рамках пропагандистского оболванивания украинских граждан в Киеве регулярно проходят онлайн-беседы бывшего российского адвоката Марка Фейгина и новоявленного Геббельса Арестовича. В них турбопатриотичные общественности Украины рассказывают, как ВСУ вот-вот добьют ВС Российской Федерации и народную милицию ЛДНР и перейдут российскую границу, устремившись на Москву. И вот произошло неожиданное. Алексей подполковник Арестович вдруг допустил возможность поражения Украины со следующими формулировками. А ну как Путин победит? Он не победит, конечно, но вдруг победит. Добавляем к полуторамиллионам российской армии, 500 тысяч украинской. Как украинцы воюют, все убедились уже. Вдруг протрезвел Арестович. Так вот, и все это Украина плюс Россия поедет в Европу, где все эти европейские армии, которые в подавляющем большинстве случаев представляют собой парадные потешные войска, не способные к решению задач по обороне своей страны, типа НАТО и ЕС, где они будут останавливать союз Украины и России, если такое получится. И Беларуси, добавлю. А это уже прямые их интересы. Подобное смелое высказывание возымело эффект разорвавшейся бомбы. У турбопатриотичной украинской общественности изрядно подгорело. Российская воодушевилась, а европейская поднапряглась. Очевидно, что это и было основной целью подполковника – обозначить серьезность положения дел на фронтах, надавить на коллективный Запад, чтобы тот увеличил объем военной поддержки Киева, а также заранее слегка подстелить себе соломки, чтобы потом было чем объяснить неминуемое поражение ВСУ. Дескать, мы же предупреждали, что без помощи блока НАТО Украина не выстоит. Вот она и не выстояла. Вот западные партнеры сами и виноваты. Но давайте возьмем за скобки всю эту пропаганду и зададимся вопросом, а возможно ли вообще объединение украинской, российской и белорусской армии? И если да, то в какой форме? Прежде всего, следует отдать должное ВСУ. Но проблема заключается в том, что россияне воюют со своим же отражением, только в негативе. С той стороны нам противостоят такие же русские, с юго-востока Украины и украинцы, суть один народ, только пораженный вирусом национализма. И это первая причина, почему плечом к плечу ВС Российской Федерации и ВСУ с Нацгвардией Украины воевать против блока НАТО не смогут. Увы, будь в 2014 году приняты иные политические решения, многие из тех, что сейчас сидят в укрепрайонах на Донбассе и обстреливают из крупнокалиберной артиллерии мирные города, могли бы оказаться нашими согражданами и нести службу в российской армии. Однако ВСУ в рамках реформирования были слиты с так называемыми добробатами, которые привнесли в них свои националистические идеи. Той разницы между ними, что была заметна 8 лет назад, уже почти не осталось. Теперь военнослужащих ВСУ и нацгвардейцев за их преступное деяние ждет военный трибунал. Даже если Киев капитулирует прямо сейчас, служить бок о бок с теми, кто годами обстреливал из Авдеевки Донецк, стрелял по военным пленным и всячески издевался над ними, для российских военных будет неприемлемо. Вторая причина, почему создание объединенной огромной славянской армии невозможно, лежит в чисто экономической плоскости. Говоря по правде, Украина не могла себе позволить содержание даже армии в 250 тысяч человек. Военные расходы сжирали все остальные статьи бюджета, который с 2014 года был заточен исключительно на подготовку к войне с Россией. Увеличение ВСУ даже до 300 тысяч человек вызывало большие вопросы в плане их содержания и обеспечения. Какие там 500 тысяч? Если называть вещи своими именами, демилитаризация, заявленная как одна из целей операции, означает, что Киев должен в итоге остаться без армии, оказавшись под протекторатом Москвы. ВСУ должны быть ликвидированы, а вместо них нужно создать силы самообороны, численностью не более 40-50 тысяч человек, которые будут нести службу на границе с блоком НАТО. Подчиняться они должны объединенному командованию войск союзного государства, а костяком станут ветераны народной милиции ЛДНР. Так-то оно надежнее будет.